приветствую вас и смотрите какая получается ситуация раньше какое-то время назад вашей самооценкой все было в порядке ну это по крайней мере вытекает из того что вы сказали что стали замечать то есть вы стали замечать а до этого все у вас было вроде бы нормально вот давайте спросим себя какой среде я имею ввиду эмоциональной и среди взаимоотношений среди настроений вы находитесь вместе с ним какие у вас отношения какой контекст у отношений вполне вероятно что вы считаете что делаете для общего блага меньше чем он и из-за этого и для того что вы считаете что они меньше чем он ну и соответственно считаете себя менее достойным то есть причина в ваших представлениях относительно вклада в общее дело вот у вас представление мысльного вклада одни у него другие и ваше представление по вашему восприятию как бы свидетельствует о том что вы недостаточно делаете вам нельзя причин у этого может быть две первые причины это ваше собственное восприятие то есть вы вот сами считаете что вы делаете мало ну соответственно в этом случае можно себя спросить почему почему так считается и если вы считаете что вы делаете мало то что для вас много то есть что вам нужно сделать объективно такому что вы посчитали что этого достаточно попробуйте это сделать один раз посмотрите как будет себя чувствовать если вас будет все устраивать и вам не будет хотят больше делать а если сделать меньше то вы почувствуете вновь таковы ваши установки таковы ваши моральные ценности и в принципе наверное хорошо если вы узнаете свою вот границу твою меру но если вновь вновь после того как вы достигнете определенной плавки пусть я какое-то время вас появится вновь это чувство что вы мало делаете значит проблема не в этом проблема в чем-то другом и проблема может заключаться в том что вы недостаточно реализуете себя то есть вы в чем-то считаете себя хуже него как бы наверное понимаете проблемы это не глупость уже своей структуре она затрагивает не только машин время отношения с ним но и вас в целом а это не измеримо шире потому что с ним так или что вы играет одну роль а еще и роли другие и если вы не не реализуете себя в этих ролях то по сути у вас и складывается потому такое вот впечатление такое вот ощущение что вы хуже хорошо это или плохо мы здесь сидеть не будем но факт в том что реализации нужно производить то есть нужно восполнять свою реализацию там где ее не хватает то есть ставить себе цели разбивать эту цель на задачи выполнять эти задачи в целом достигая успеха и успех позволит вам говорить о себе как о достойном человеке как о человеке имеющим право потому что вы будете мало того что достигать успеха вы будете реакции людей на этот успех одобрение получать восхищение то есть положительную реакцию и соответственно будете осознавать себя имеющие право на какие то вот блага то есть вы будете чувствовать себя ничем не хуже и у него и у него вторая значит сфера второй момент ключевой связанные с возможностью появления такой ситуации как у вас включается в его отношении к вам то есть то есть он он осознанно или нет в данном случае это не столь важно осознанно или нет он формирует у вас ощущение что вы худший то есть у вас изначально все было хорошо а он говорит нет этого недостаточно нет нужно больше нет ты не имеешь права нет ты не достойно нет ты не можешь и так далее и он может это сделать как откровенно так и скрыто но при этом вы будете все чувствовать если это так то необходимо понимать во первых что в случае если человек делает это осознанно то есть откровенно говорит вам подобные вещи или своими поступками намекает об этом кто-то говорит о том человеку так выгодно так удобно он этого хочет он к этому стремится это его цель ну объективно с этой целью можно соглашаться может не соглашаться но суть в том что она вам вредит она защищает интересы его но не защищает интересы вас и это плохо это означает что он ваш интерес не защищает и остается лишь только вы как защитник своих интересов то есть кроме вас этого не делает никто никто не защитит ваш интерес и тогда нужно понимать что он он воспринимает это так или иначе потому что таково его восприятие его ощущение того что происходит с вами и таковы его ценность устои цели и так далее то есть он как бы воспринимается по своему но это не значит что это действительно так допустим вы работаете по 9 часов в сутки приходите домой устали он вам говорит ты мало работаешь ну вот мало ты работаешь и известно вы 2 3 4 5 раз посмеет над этим смешно на 9 часов отработали вам говорят что мало дальше вы будете слизлиться подбудут раздражение почему почему в какой то момент смех превращается к раздражению потому что при настаивании человека на чем то при условии что человек для вас имеет какое то значение вы начинаете сомневаться а вдруг он прав а вдруг тут он говорит тут он говорит не так ведь он же серьезно это говорит он же не смеется не шутит он говорит серьезно а вдруг это правда вот так вот появляется сомнение и так начинается снижаться самооценка вы волей-неволей хотите соответствовать стандартам человека и если у вас сомнения разовьются а то так все и будет но как вы наверное понимаете это ни к чему не ведет потому что нельзя равняться на внутреннее ощущение человека относительно того что делает другой человек преобладающим преобладающей оценкой является именно оценка того кто делает и результат если результат объективно не соответствует цели вас как пары то да это плохо этого не достаточно если нет то простите это личное восприятие человека и на него нельзя ориентироваться ну а если имеет место быть неосознанно такое вот отношение тогда об этом нужно поговорить объективно проблему вытащить то и сказать вот знаешь я по каким-то причинам не очень удобно погулять там иногда и тому подобное что мне делать почему так вот то есть ты мне вот скажи давай обсудим эту проблему и поговорить по душам просто проясните отношения может быть когда-нибудь как-то он повел себя так чтобы вам показалось что он не одобряет ваше поведение ну в действительности это опять-таки ваше восприятие оборудованное вашим настроением и не обязательно что это действительно так тут нужно обсуждать и в обсуждении родится истина и тогда все будет понятно если человек невероятно созданным то вряд ли разговоры в чем-то помогут но это просто понятно что человек проследует свои интересы и если человек проследует только свои интересы то кто мечтает проследовать вам свои на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались отображаются лишь помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду благодарен